Это программа День с Толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Миллиардные вложения в Барнауле обсудили готовность школ к новому учебному году. Никак в тюрьме. В Алтайском крае предлагают открыть сеть современных вытрезвителей. Вторая жизнь дореволюционного здания. Кто и зачем в Барнауле восстанавливает старинный универмаг на Молотобольской? В Алтайском крае могут создать сеть современных вытрезвителей. Инициаторы считают, что эти учреждения не должны быть похожи на тюрьму. Завтра на сессии Алтайского Заксобрания депутаты рассмотрят законопроект, который дает краевым и местным властям полномочия по открытию вытрезвителей. Отмечается, что они могут создаваться на основе государственно-частного партнерства. Если ВКЗС документ поддержат, в регионе начнут появляться специальные учреждения, в которых будут помогать гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Сегодня в Барнауле на площади ветеранов у танка состоялся митинг «Реквием». На военной технике разместили флаг и портреты основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Сбоку на танке растянули баннер с надписью «Быть воином, жить вечно». Также кто-то возложил к портретам цветы. Напомним, вечером 23 августа самолет, в котором находились Пригожин и Уткин, а также его заместители и бойцы, разбился в Тверской области. Причины падения выясняются. А накануне 29 августа Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге. Ну а мы переходим к другим темам. Настоящий бум первоклашек. В индустриальном и центральном районах в новом учебном году первоклассники вынуждены будут учиться в переполненных классах, больше 30 человек. Как проблему решают и не только, об этом рассказали сегодня журналистам на пресс-конференции накануне 1 сентября. До начала учебного года один день. Все школы уже прошли проверку готовности. В этом году двери для учащихся распахнут 88 организаций Барнаула, а всего школьников нынче 92 тысячи. Это на две больше, чем в прошлом году. Среди них 10 тысяч 300 первоклашек. И у некоторых при зачислении были сложности. В этом году с местами напряженка была в нескольких школах города. Это основные наши точки. Это индустриальный район, микрорайон новостроек и центральный район. Все проблемы на сегодняшний день решены. За счет чего это все решилось? За счет того, что мы, к сожалению, вынуждены были укомпликовать классы с большим количеством детей, нежели хотелось бы, так скажем. То есть на сегодняшний день классы есть и по 34, и по 36 человек. Но проблемы решают. В том числе и путем доставки на автобусах. К примеру, первоклассников из микрорайонов времена года, Норд и кварталов 2010 и 2011, дробь 2, которые не попали в школы по месту жительства, будут возить на автобусах в другие учебные учреждения. Количество транспорта будет зависеть от наполняемости. Автобусы будут брать в аренду. Маршрут уже утвержден. Маршрут будет, естественно, проходить по улице Взлетной, то есть от места проживания этих детей. И затем по Попово. Ну, то есть там определенный маршрут. В школу 114 на Панфиловцев и в школу 84 на 50 лет СССР 10. Детей будут забирать только с микрорайонов этих. По пути их забирать никто не будет. То есть вот здесь садятся на Взлетной и все. И дальше автобус следует до места назначения. Обратная доставка тоже будет. Власти рассчитывают, что уже в ближайшие годы проблему нехватки мест удастся решить. Ведь в перспективе появятся новые школы. К примеру, уже 1 сентября откроют долгожданную в микрорайоне «Спутник». На пресс-конференции отметили также, что год от года школы обновляются. Проводится как косметический, так и капитальный ремонт. Только в этом году по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» откапиталили три школы. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайский край с рабочим визитом приехал сенатор Российской Федерации Александр Карелин. Он встретился с Виктором Томенко и посетил сразу несколько мест. Кисломолочный завод, фонд помощи участникам СВО и форум сторонников губернатора. Что олимпийский чемпион думает о развитии региона, смотрите далее. Ни для кого не секрет, что алтайская молочная продукция славится своей пользой далеко за пределами региона. О том, насколько она важна для организма, не понаслышке знает Александр Карелин, легендарный борец и сенатор Российской Федерации. Он совместно с Виктором Томенко посетил завод по изготовлению кисломолочной продукции в Калманском районе. Создали дополнительно 4 рабочих места и плюс 6 дополнительных рабочих мест. Александр Карелин оценил не только производственную линию и сыр, но и культуру, которую прививают на заводе. То есть, в частности, оборудование здесь, тоже все условия созданы для наладки, пуска наладки. Все ревизионные, то, что они там смотрят, это оборудование, да? Да. Молодцы. Мне понравилось, как он сказал, за счет жареного сыра хорошо детей приучать к сырам. Что если они и жарить могут, и, соответственно, так интересно. Большинство продукции уходит за пределы края. Например, москвичи очень сильно интересуют сыры с добавлением каких-либо вкусов, будь то паприка или кедровый орех. В нашем регионе таких трендов пока не наблюдается. Поговорили о том, что практически вся продукция уходит за пределы Алтайского края. Видите, спрос хороший, но и мы рады за наше предприятие, пищевую промышленность, перерабатывающую. Но возникает вопрос, что хотелось бы и наших жителей тоже к этой продукции где-то, может быть, дать попробовать. Также Виктор Томенко совместно с Александром Карелиным ознакомились с фондом «Защитники Отечества». Он работает уже три месяца. Одна из его задач – помощь в реабилитации участников спецоперации. Если что-то понравилось, то после заявки соцзащита может предоставить оборудование в бесплатную аренду. Сенатор Российской Федерации и губернатор Алтайского края совместно отметили безошибочность этой тактики. А Александр Карелин даже подсказал идею. Деловая поездка Александра Карелина завершилась на форуме в поддержку Виктора Томенко. На ней побывало несколько сотен аграриев, общественников, промышленников, учителей и врачей. Сейчас идет заключительный этап предвыборной кампании на пост губернатора. На эту должность претендуют еще три кандидата – Евгения Боровикова, Сергей Булер и Сергей Маленкович. И каждый ведет свою предвыборную агитацию. Данил Кузнецов, День с толком. А далее. Собственник здания, известного как универмаг купца Сухова, рассказал, как проходит реставрация. Торговый дом находится в самом сердце Туркластера на улице Молотобольской, а раньше еще и в торговом сердце города. К работам на объекте, которому уже больше 140 лет, приступили почти три года назад. Как меняется здание и что там планируется открыть – об этом в нашем сюжете. Универмаг купца Сухова. Здание, построенное в 1880 году, оживает с каждым днем. Посади большая проектная и противоаварийная работа. Сегодня уже восстановлена кровля вдоль Молотобольской. Также разобрана кровля со стороны социалистического. Для собственника здания это первый исторический объект. Напомним, несколько лет назад торговый дом продавали за один рубль, но при этом отдельно просили около 20 миллионов за землю. Евгению Лишину здание досталось за 7,5 миллионов. Вот только исторический памятник, еще и полуразрушенный, потребовал гораздо больше вложений. Разрушения были значительные, поэтому достаточно долго идет процесс восстановления. Потому что где-то просто кирпич разрушен, где-то у него там раствор, который его связывает. Все это вручную практически все разбирается и восстанавливается заново. Глаза боятся, руки делают. Но объект очень к душе, с большим удовольствием занимаюсь его восстановлением. В конце 90-х пожар уничтожил кровлю. Десятки лет здание стояло без крыши. Долгие годы не отапливалось. На первых этапах отсюда вывезли около двухсот камазов мусора. Сегодня дом Сухова постепенно приобретает свой первоначальный вид. Сейчас рабочие чистят фасад от разных наслоений, краски, штукатурки. Этим занимаются каменщики, у которых уже есть опыт работы со старинными объектами. Напомним, что этому кирпичу уже больше 140 лет. Вы можете посмотреть, вот эта разноцветная часть, еще она осталась. А вот справа уже мы очистили стену. И сейчас ведутся работы по расшивке кирпича. То есть постанавливается шовный такой элемент, который защищает и кирпич, и придает красоту этому зданию. Не останутся без внимания и знаменитые грифоны. У одного из них нужно устранить пробоину. Все работы по реставрации завершат к 2025 году. Уже известно, что на первом этаже вдоль Молотобольской расположится ресторан. В том, что дом будет притягивать жителей города, сомневаться не приходится. Ну, не столько подходят, спрашивают, сколько я слышу разговоры, да, что люди мимо идут, видят, какие происходят изменения. И в целом очень положительно об этом отзывается. Это как раз то нематериальное стимулирование, да, и приятно для души, когда люди ходят и говорят, ой, смотри, как вот тут вот это уже сделано, вот это сделано. Это очень приятно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Обновленную доску почета открыли в Центральном районе. Лучшим представителям разных профессий и сфер вручили краевые и городские награды. Кто занимает почетное место и чем богат Центральный район, расскажем далее. Директор лицея, старший помощник службы пожаротушения, библиотекарь, врачи, воспитатели и предприниматели. Благодаря их труду город поступательно движется вперед. Они развивают экономику, сельское хозяйство, творчество и социальную сферу. Накануне Дня города фото этих людей вносят на районные доски почета и вручают награды в память об этом событии. Своих героев накануне чествовали и в Центральном районе. Приложу в будущее максимум усилий, чтобы решать задачи, поставленные администрацией района, города, региона, полученные результаты приумножать. Это очень важное направление работы, это итог работы людей, это поощрение, это поддержка, уважение, это эмоциональная составляющая нашего труда. На новой доске почета Центрального района 120 коллективов и 181 персоны. Ежегодно в летопись района попадают новые лица и трудовые коллективы. Главная ценность района, города, это прежде всего люди, благодаря которым при поддержке правительства, депутатов, администрации города, район развивается, благоустраивается. На сегодняшний день Центральному району есть чем гордиться. Здесь более 20 промышленных предприятий, 30 детских садов, 22 школы и 5 высших учебных заведений. За этим всем стоят люди. И по словам руководства района, это самое важное, что есть у города. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Ко дню города, а он состоится в ближайшую субботу, завершится четвертый этап благоустройства, пожалуй, самого популярного парка Барнаула – Изумрудного. Здесь закончили реставрировать главный ход. О новинках и о дальнейших планах по развитию парка смотрите в сюжете Юлии Щепиной. Парк Изумрудный – главная точка притяжения для тысяч барнаульцев и гостей краевой столицы. Сейчас здесь завершают четвертый этап благоустройства. Главному входу уже вернули первоначальный вид. Постоянные посетители парка не могут не обратить внимания на обновленную входную группу в черно-белых тонах. Забор не стали менять на новый, его восстановили. А часы, которые позволяют окунуться в атмосферу прошлого, специально подобрали по старым фотографиям. Кстати, на них не нужно подводить время, они полностью оснащены современными технологиями. Второй вход, в отличие от главного, изменился кардинально. Новые ограждения оборудовали необычными встроенными лавочками с деревянными сидениями. На столбах установили фонари. Кстати, по вечерам ключевые места парка освещены красивой подсветкой. Увеличили сеть пешеходных дорожек, для гостей построили парковку. Осталось закончить строительство крытого амфитеатра, а именно натянуть тент и повесить ворота на входную группу. Этот этап работ закончат ко дню города Барнаула. И не зря, ведь в парке, особенно в вечернее время, людей больше, чем на проспекте Ленина. Стало гораздо лучше, нравится, в принципе, все просторно, комфортно, есть чем заняться. Природа прекрасная, дороги сейчас хорошие. И озеро сделали хорошо, так вот чистенько все, тут все привлекательное. Ну, прогулочная зона. Прогулочная зона. Мы тут работаем рядом, нам как раз время скоротать вообще идеально, насладиться свежим воздухом. Кстати, только за пять месяцев этого года, с апреля по август, парк посетили более полутора миллионов людей. А работы не прекращаются. Продолжается обустройство зеленого пляжа с газоном и лежаками и восстановление зеленых насаждений. Мы сейчас вот как раз организуем высадку деревьев. Мы уже посадили 50 штук весной, вот еще 150 планируем посадить в сентябре. Кроме того, высадить кустарники, еще часть газонов восстановить, и те, которые пострадали от работы. Это все на сентябрь, первую половину октября планируем. Ну, а в середине октября уже подготовка к зиме. У нас стоит такая большая задача новая, это все-таки постараться организовать каток. У нас, наконец-то, запущен будет пункт проката, и, соответственно, надеюсь, что у нас горожане смогут еще воспользоваться катку. Следующий год тоже грандиозный. В планах большая физкультурная площадка, парковка со стороны проспекта Сибирский, шахматный павильон, арт-объекты и даже информационная стелла. Плюс для любителей охладиться хотят организовать пешеходный фонтан. Ну, а жители Барнаула мечтают, чтобы и другие парки города развивались такими же темпами и радовали жителей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. К новостям спорта. Футболисты «Динамо» Барнаул после победного матча в Кубке России проиграли поединок в чемпионате. Белоголубые отдали три очка новотроицкой «Ности». Тем самым не попали в топ-3 турнирной таблицы и расположились на четвертой строчке. Почему не получилось выиграть и как складывался матч, расскажем далее. Футбольные клубы «Динамо», «Барнаул» и «Ност» друг друга знают очень давно. Их противостояние началось с далекого 2008 года. Тогда белоголубые играли в подэлите российского футбола. За все время команды между собой сыграли 9 раз. 5 побед за «Динамо» и 3 за «Ностой». Один поединок в ничью. Небольшое, но все же преимущество было у белоголубых. Однако, оставив эмоции, в кубковом матче «Барнаульцы» на своем поле смотрелись тяжелее. Быстрее и продуктивнее мяч двигался в гостевых ногах. Но «Ста» создавала момент за моментом и своего добились, открыв счет первыми. Попросили команду, чтобы был баланс, когда контролируют мяч и когда они играют в умную длину, как мы это называем у нас в команде, чтобы они немножко варьировали темпы игры и оказывали давление на соперника, как без мяча, так и с мячом. Три минуты потребовалось «Динамовцам», чтобы еще сравнять. Казалось бы, игра сейчас перевернется, но хозяевам не хватило именно эмоций. Их они отдали в кубковом матче. Поэтому болельщики не увидели тот футбол, к которому привыкли. Вдобавок «Носта» забила еще один и забирает победу 2-1. Здесь не только даже эмоций не хватило, здесь просто не хватило, наверное, физических сил. То, что, в принципе, у нас много кадровых потерь. И я думаю, в этом плане, что ротации маленько не хватило. После шести игр «Динамо» расположились на четвертой строчке. Две победы, две ничьи и два поражения. Следующий матч «Белоголубые» проведут на выезде против «Торпеда Миас». И да, настал тот момент, когда потеря очков может повлиять на конечное расположение в таблице. Дмитрий Дроздов, День с толком. Редкую луну смогут увидеть жители страны. Наблюдать яркое голубое суперлуние россияне смогут сегодня в последнюю ночь лета. Правда, специалисты утверждают, что в голубой цвет луна не окрасится. Это просто название второго полнолуния за месяц. В переводе с английского это звучит как «однажды при голубой луне» и означает «крайне редко» или «никогда». Луна, напротив, может обрести красноватый или розовый оттенок, так как при суперлунии она максимально приближена к Земле. Согласно научным данным, никакого влияния на организм человека суперлуния не оказывает, но все же некоторые особо чувствительные люди смогут ощутить недомогание. Продолжение следует...